Добрый вечер, дорогие телезрители. Прежде всего добрый, потому что в этом потоке негатива, который льется в последнее время на нас со всех сторон, то нефть дешевеет, кстати, начинает немножко отыгрывать рубль. В связи с этим обесценивается обратно же скандал с представителями, скажем так, зоозащитного сообщества. Очередной намечается. Ну и решили мы включить, скажем так, линию добра. Что у нас позитивное, самое ни на что есть касаемо нашего региона и так далее, это, конечно же, успехи якутского кино. Ну и об этом мы сегодня поговорим с замечательной гостьей. Одна из нас сегодня, исполнительный директор, получается, якутского международного кинофестиваля. Явление, которое, вне всякого сомнения, заслуживает отдельного внимания. Ирина Энгелес, прошу любить и жаловать. И первый вопрос, это какой по счету кинофестиваль у нас получается? Шестой же? Да, шестой. Шестой кинофестиваль в отдельно взятом регионе Российской Федерации. Не многие регионы могут похвастать наличием собственного международного кинофестиваля. Вот в России какие аналоги есть, ну, помимо Кинотавра? На самом деле, немногие регионы могут похвастать наличием кинопроизводства. А кинофестивали, они есть даже в тех регионах, где вообще нет кино. Допустим, тот же взять, если Владивосток, Меридианы Тихого, или Чебоксары, Чебоксарский международный, или в Екатеринбурге, да, там кино снимается, но не в таком объеме. И таких больших успехов, допустим, как у якутского кинематографа нет. И поэтому этот кинофестиваль возник как закономерность, то, что у нас все это очень развивается, такой большой кинобум. Получается, он шестой по счету в этом году. Два года у нас был перерыв по объективным причинам. И мы возобновляемся, открываемся. С 18 по 22 марта в Якутске пройдет шестой якутский международный кинофестиваль. Наши с тобой общие знакомые во многом объясняют успех якутского кино, особенно тех картин, которые выпускаются нашими же коллегами, тем фактором, что долгими зимними вечерами просто, особенно в отдаленно, скажем так, селениях, делать-то нечего. То есть люди выбирают, либо мы на кусок хлеба тратим 500 рублей, либо сходим в семью кино. Ну, не знаю. Разделяешь ли ты вообще это мнение или нет? Нет. Ну, я вообще сама по себе фанатка кино. Еще с юношества. Поэтому меня не как бы... Если будет между хлебом и кино, я пойду в кино. То есть кино всегда для меня было чем-то таким... Тем видом искусства, которое действительно меня завораживает, всегда привлекает. И... Но мне кажется все-таки, что кинематограф, да, чем вот он... Почему он побеждает везде, да, выигрывает награды? Мне кажется, что очень сильна вот эта основа, да, именно национальная, культурная, вот именно вот эта вот, да? Повествовательная часть. Да, да. Именно то, чего нет вообще нигде в мире. И этим и привлекает. Угу. Давай сначала о больших фестивалях, да. То есть сначала триумф Эдуарда Новикова с «Царь-птицей», да, потом очевидный такой же ожидаемый вообще результат «Любовь Борисовая», да. И во втором... Если в первом случае это такой арт-хаус, который, ну, абсолютно фестивальное, скажем так, произведение. Да, настоящее фестивальное кино. Фестивальное кино. Во втором случае, как бы выдернутая часть нашей жизни повседневной, да, со всеми этими песенскими на стол и так далее, становится настолько близок к сердцам многих, начиная от Австралии, заканчивая какими-то европейскими странами. Откуда вот это? Вот твое мнение? И тут же и арт-хаус, и тут же и отдельно взятые, скажем так, только якутские направления, типа хоррора и так далее. И вот это вот. Мне кажется, что «Надо мной солнце не садится» все-таки здесь сыграла натура. То, в каких условиях происходит вот эта история, да, то есть это Арктика, Север, такая безлюдие, да, тундра такая вот. Мне кажется, вот это как-то повлияло здесь очень сильно. Если бы «Надо мной солнце не садится» снимался где-нибудь в Якутске, я не думаю, что... Конечно, там затрагиваются очень такие глубокие темы, да, там очень мудрые мысли в этом фильме. Но если бы он снимался где-нибудь в Якутске, я не думаю, что, возможно, может быть, там не было бы такого успеха. Ну, мне так кажется. Что там сыграла вот именно вот натура те условия, в которых снималась эта картина. А помнишь прогноз, который говорили вот, когда Люба участвовала в Московском кинофестивале, второй раз подряд Якуты не возьмут что-либо значимое с отечественного крупнейшего кинофестиваля. Разделяешь ли ты это? Можно ли сделать так, чтобы побеждать год, второй, третий, четвертый? Ну, вообще, в мире такие примеры есть, когда кинематографисты бывало там два года подряд там выигрывали, да, что-то. Но это, конечно, очень сложно, но здесь выбрал же зритель, она получила приз зрительских симпатий. Вот. С Эдуардом Новиком, конечно, там гран-при, это стал главным фильмом кинофестиваля. И, как говорят, там в одну воронку, да, что-то есть же такое выражение. В одну реку дважды не зайти? Да, да, да. Или снаряд не падает? Два раза в одну воронку. Что-то есть такое, что там в одно и то же место, в общем, невозможно войти дважды, да. И в этом плане, конечно, фильм многих восхитил. Я сама была на премьере в Москве, когда все это происходило, и там, конечно, творилось что-то невообразимое. Там просто зрители не отпускали очень долго Степана Петрова, просто все с ним фотографировались, все были в полном восторге. И председатель жюри, там же Ким Кидук был в тот момент председателем, он сидел и вообще не понимал, что происходит вокруг него. Потому что там, конечно, очень много было якутского сообщества, наших якутян, которые очень восторженно встречали, аплодировали. Но и в то же время этот фильм был понятен всем. То есть он рассказан таким языком, который понятен абсолютно каждому человеку. Нельзя не затронуть фестивальное движение, вообще продвижение якутского кинематографа на международном уровне, которое твои коллеги ведут, в частности, Сардана Савина ведет, очень большой, я считаю, вклад вносит в дело развития, продвижения развития якутского кинематографа. Потому что многие же критики говорят, пока вы будете вариться в собственном соку, только для собственной аудитории, если производить кино, то долго на этом не протянуть. Но я абсолютно с этим согласен. Поэтому международные рынки, международный зритель – это вещь, наверное, необходимая для любого развития. Вот в этой связи пару слов тоже. Ну, мне вообще кажется, что сегодня настал тот момент уже, что нам уже нужно выходить. Мы выходим, но все равно в мире, скажем так, обычный, простой обыватель, где-нибудь там на других материках или там в Европе, многие даже не знают, где находится Якутия. То есть, не говоря уже о якутском кино, да, это знают специалисты, профессионалы, это знают зрители, которые увлекаются кинематографом, слышали. И просто, мне кажется, сейчас настал такой момент, и кинофестиваль в этом может помочь, что подтвердить, вот закрепить тот успех, который в России, да, что в России знают о якутском кинематографе, и уже выходить куда-то в мир уже громко. Вот. И, ну, я согласна, что продвижение необходимо все равно рассказывать, писать, привлекать критиков, журналистов. У нас в этом году на кинофестиваль, кстати, приедут люди, которые пишут в иностранных изданиях, что тоже мы очень надеемся, что это как-то поможет продвижению якутского кино. Ну, еще раз, вот фестиваль, фестиваль, явление фестивалей как таковых, особенно кинофестивалей, да, и, скажем так, касса обычного фильма. Вот просто сравним, давай, «Царь птица» или «Агент мамба», да, которые, ну, и там, и там являются лидерами. Один, скажем так, всех критиков напрочь поражает, другой просто так, без особо, скажем так, претензий на изысканность и так далее, просто собирает лэвэ по всем кассам. Ну, все-таки «Агент мамба» — это такой мейнстрим, да, фильм, который популярный, который смотрит, это вот как те американские фильмы, которые мы смотрим. А фестивальное кино — это все равно как-то оно, оно немножко другое, оно более, не знаю, скажем так, может быть, глубокое, да, я не хочу никого, конечно, там обидеть, да, но фестивальное кино, оно заставляет нас задуматься, как-то начать анализировать, сравнивать, и поэтому, естественно, что мейнстрим, он всегда зарабатывает. То есть это зрительское кино, те фильмы, которые вот, они будут понятны, там доступны любому человеку. Есть пара параллельных мнений, да, параллельных. Все говорят, якутский кинобум начался, а, первое, с фильма Сергея Потапова, «Дыши», по-моему, да, и второе, что якутский кинобум начался, не к ночи будь помянутого, проекта Чингисхан. Твое мнение лично, мнение, как два вот этих проекта, они сыграли на стартовом этапе развития якутского кино? Ну, проект, фильм Сергея Потапова «Тын», который я очень люблю, который тоже участвовал, он и в московском кинофестивале был, и в «Меридианах Тихого» он был. Он, конечно, очень знаковый, да, и, скажем так, культовый фильм, который впервые, да, это же при поддержке кинокомпании «Алмаз фильм», насколько я знаю, то есть… Специально созданный. Да, да, то есть это, наверное, такой первый проект, когда независимые кинематографисты создали вот кино. Это был 2000 какой, 2004, да? 2004 год, да. По-моему, «Любовь моя» Потапова является. Или «Любовь моя». Вот, да, это таким первым независимым фильмом был, да. А фильм «Тайна Чингисхана» Андрея Савича, он знаковый тем, что в этом проекте работали вообще многие. Даже вот люди были, допустим, гример есть Дмитрий Местников, который пришел на этот проект, и он до сих пор работает гримером, сейчас он обучается и живет в Москве. То есть там работали вообще все. Мы там… Я тоже там была помощником режиссера, как это в народе говорит, хлопушка, да. То есть мы все начинали с этого, мы учились и росли вместе с этим фильмом. Это большая школа якутского кино. Да, конечно, безусловно. И этот фильм, вот как, если сравнивать, такая метафора, может быть, да, вот когда большой корабль, ледокол, да, протаривают дорогу для маленьких каких-то судов. То есть он сначала разбивает этот лед, а дальше уже все следуют. И вот, наверное, Чингисхан, он стал именно вот таким фильмом, который тоже способствовал развитию якутского кино во многом. Справедливости ради скажу, что якутское кино же было и до Сережи Потапова, и до Андрея Саевича. Конечно. И первыми начинали, между прочим, МК «Саха» телевизионщики. Телевизионщики. Вот как раз Ле Михайлович Иванов, который сидит за режиссерским пультом… Привет. …дал старт франшизе «Сеттехсир», да, вторая часть скоро выходит под руководством уже Степана Бурнашова. Да. Но до этого же был еще Алексей Романов с «Маппа», да. Почему именно вот эти события не стали стартовой точкой? Почему процесс развития не пошел тогда, 80-х, 90-х? Ну, в 90-х, наверное, он начался, потому что в 90-х открылась кинокомпания «Сахафильм». В тот период, когда вообще везде все закрывалось, у нас по указу первого президента у нас открылась кинокомпания. И в этот период и Алексей Семенович Романов по его инициативе были направлены студенты, которые обучались в Авгии. Об Алексею Романове и его фильме, и вообще о притече якутского кино мы поговорим во второй части, и сейчас мы прерываемся на небольшую паузу. Вернемся сразу же. Мы говорим сегодня о кино, о таком явлении, как якутский международный кинофестиваль начали вроде бы как издалека очень. Откатились даже к тем временам, когда Алексей Романов первый полноценный, скажем так, якутский фильм сделал, это «Маппа». И вопрос я задал Ирине Энгелес, исполнительному директору якутского кинофестиваля, большому любителю кино, большому специалисту кино, которая, по ее собственному признанию, работала даже хлопушкой в той большой школе, которую прошли все кинематографисты Якутии. Это проект, конечно, тайна Чингисхана. И мы остановились на том, почему в 80-х, 90-х не случилось подобного бума развития якутского кино. Давайте мы допинаем вот эту вот тему, и потом перейдем уже непосредственно к финансисуали. Ну, я не знаю, на самом деле всегда же какие-то обстоятельства играют свою роль, еще что-то. Ну, может быть, было не время просто. Потому что все равно есть какие-то закономерные вещи, есть какие-то вот нестечения обстоятельств, что вот должно это случиться. Не могу сказать, не могу ответить на этот вопрос. Даже так глубоко, кстати, я не думала. Но с 90-х вот все это началось постепенно. И, может быть, благодаря тому, что интернет пришел в 97-м году, я не знаю. И как-то это стало все более открыто. Это, по-моему, он приключился рано. В 95-м. Да. Кстати, когда, еще раз, если говорить о тех проектах, которые вот Алексей Романов, Андрей Савич работал, да, то они все-таки были немножко, скажем, консервативны, что ли. То есть туда не отбирали не всех и так далее. А именно с той попытки, с тех, которые ты упомянула, ребята, обычные ребята, работающие в параллельных даже направлениях, телевидение, звукорежиссура, радио даже, они посмотрели, и мы же можем, да, и пошли дальше учиться. И я думаю, что большинство из них составляют сейчас костяк тех фанатов якутского кино, которые делают вот это вот уникальное тоже явление, якутское кино. И то, что наш кинофестиваль зиждет вот на этом явлении якутское кино, да, это очень органично. Хотя вот те же Чебоксары, Владивосток тот же, да, ты упомянула, но я думаю, это среда более органичная, более такая... Ну это, да, это закономерно, потому что у нас есть свое кино. У нас снимается, они побеждают, они зарабатывают деньги, то есть все это в процессе такое. Хорошо, как экономисты-экономисты, да, Един, а... Я не экономист. Это я шучу так. Каково делать кинофестиваль в условиях, когда рубль падает? Нефть... Да, но... Вообще, глобальные процессы, которые в мире происходят, не только собаки, да, которые здесь якутские буянят. Вообще, как в таких условиях работать? Как Испа, спрашиваю. Ну, вообще, кинофестиваль, организация кинофестиваля это проект. Здесь свой проект на офис, да? Ну, мы каждый раз где-то месяца за два у нас появляется офис, и мы начинаем два-три месяца, мы начинаем активно работать. Так мы все удаленно работаем. И получается, что это проект, в котором работает большая команда, потому что очень много направлений при организации. Как технические есть, вплоть до там приведения форматов соответствия DCP, чтобы титры были. Плюс на каждом фестивале всегда фильмы показываются на оригинальном языке. То есть, соответственно, если жюри международное, это два ряда субтитров, то есть английский и русский. Переводы, вот это вот все. Плюс церемония открытия-закрытия, вся реклама, продвижение. Очень много, и многие люди работают на фестивале. Вот. И, конечно, наш бюджет, нашего кинофестиваля, он небольшой. По сравнению, допустим, там даже с тем же Владивостоком, если взять с Сахалином, с Москвой, там, и так далее, да? Вот. И поэтому, ну, мы главное, мы работаем, мы понимаем, мы видим цель, что кинофестиваль должен состояться, и мы идем к этой цели. Мы стараемся решать вопросы как-то по... И какие-то, если проблемы, по мере поступления, скажем так. Фестиваль — это всегда имена, да? Года четыре тому назад я просто, ну, был не в себе, когда вот так вот в метре от себя увидел, к шестов заносит, да? По именам. Какие имена нас ждут в этом году? Нас ждет Антон Долин, Борис Хлебников, Александр Сокуров, Виктория Толстоганова, Мария Шалаева, Юрий Колокольников, Михаил Сигал. Российскими именами. Ну, обстоятельства тоже вынуждают как-то. У нас будет председателем жюри конкурса документального кино Ник Холдсворт, это кинокритик. По статусу он британец, он гражданин Британии, но который живет долгое время в Москве. То есть он уже более десяти лет проживает, и он пишет для таких изданий, как «Голливуд Репортер», «Гардиан», «Тайм» и так далее, да? То есть мы таким образом, выходя из всей этой ситуации, которая сейчас в мире происходит, мы стараемся сохранить вот этот состав международный, потому что для участников не менее важно, кто будет оценивать их работы. То есть это просто необходимо, это значимо. А кто заявился на участие в шестом фестивале? У нас вообще поступило более 900 заявок из 40 стран мира. Это успех? Это успех. В прошлые разы были меньше, но еще сыграло то, что мы два года не проводили, а заявки поступали, нам пришлось все равно. Программным директором является Алексей Медведев, у него тоже есть отборщики, которые отсматривают все работы и уже потом принимают решения. На сегодня у нас получается, что в основном конкурсе 8 картин, в документальном у нас 7 картин. В основном конкурсе будет, мы всегда включаем якутские картины, в этом году Якутию будет представлять фильм «Нет бога кроме меня» Дмитрия Давыдова, а в документальном конкурсе «Ганнибал» Ивана Кривогорница. Тоже человека, который, кстати, вышел из телевидения, да? Кривогорница, да, работал в одной из якутских телекомпаний, да и у нас, по-моему, работал. Да и «Ганнибал» явление такое, мне лично, допустим, оно очень-очень... Ну, это очень хорошее кино, оно может быть... Жизненное, страшное немножко. Да, оно может такое, как вот... Ну, на самом деле, да, вот этот герой, да, он уникальный вообще, Гаврил, потому что, когда начинаешь смотреть этот фильм, если человек не знает этого человека, да, он думает вообще, кого это сняли, да, ну, вот как бы вот его образ такой, да, панк, как такой прямо рокер, а потом, когда он начинает петь, и когда ты слышишь эти мелодии, да, красивые вот эти, хардвер, там, песни вот эти, да, ты понимаешь, что, оказывается, он творец, мастер, музыкант, да, и этот фильм, конечно, он уже имеет призы на кинофестивалях. Тот же самый, так же, если взять вот «Нет бога, кроме меня», тоже он имеет приз за лучшие актерские работы на кинофестивале в Санкт-Петербурге, в Выборге. В Санкт-Петербурге, в Выборге. Вот, и вообще будет представлено 52 фильма в рамках кинофестиваля, показано, это включая конкурсы, не конкурсы. То есть это доступно зрителю? Это доступно зрителю, но мы, чтобы как-то организовать свою работу и вообще какой-то такой упорядочить, да, все, мы сделали такую систему, что можно будет получить бесплатный билет, пройдя на сайт наших партнеров и на наш сайт, и, получается, ты регистрируешься и получаешь бесплатный билет. Указываешь там свой телефон или почту, и тебе туда присылают, получается, как бы место, ряд там и так далее. То есть раньше просто проходили, и бывало, что у нас столько зрителей, что нам приходилось закрывать двери буквально, вот просто, и не знаешь, куда посадить. И вот чтобы как-то вот это вот было системно, чтобы каждый зритель мог попасть, посмотреть эти фильмы, мы решили вот в этом году вот такое. Еще у нас, что нового, да все спрашивают, что нового в вашем кинофестивале. Стоп, давай о новинках в третьей части, буквально немножко еще о вот этом фильтре для зрителей. Вот все-таки зритель, я думаю, это неотъемлемая часть явления такого, как кино. Зритель наш уникальный. Вот в самом начале я задал, что еще делать с зимними долгими вечерами? Я тоже очень-очень люблю ходить в кино. Кино для меня это воспоминания. Очень много таких, наверное, людей, когда я Лену, допустим, очень люблю, потому что я помню, что в четвертом классе, учащись в школе здесь, в городе Якутске, я тайком... Забегал с уроком. Да, 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 один заходил, потом открывал какие-то двери и так далее. Все вот эти воспоминания, на самом деле, и кинотеатр центральный, да, и кинотеатр Лена, они же, это история нашего города, история вообще, можно даже сказать, нашего народа, да. Какие люди там работали в нашей кинофикации. Вообще, эта память людская, она живет во многих, во многих зрителях. У меня, вот, у меня в семье, у меня родители познакомились в кинотеатре центральный. Если бы папа в свое время или мама не купили билет в кинотеатр центральный, они, может быть, не встретились, может быть, меня бы не было. Даже так? Да. Даже так. Они познакомились. Но все-таки вот этот, через сайт, то, что бесплатно можно получить, еще раз, пройдя определенный фильтр, да, то есть человек доказывает свою заинтересованность, он абсолютно свободно может попасть на фестивальный показ. Это замечательно, на самом деле. И, опережая, возможно, тебя, что такое питчинг? Питчинг — это защита проектов. Вот это и есть новенькое, да? Нет, питчинг у нас уже проводился. В этом году он проведется, получается, второй раз. Проводится он Международным Молодежным Центром Союза Кинематографистов России. Они, получается, объявили конкурс. На сегодняшний день поступило порядка 15 заявок, что ли. И из этих 15 заявок, получается, они отберут работы, которые будут защищать свой проект. Победитель питчинга получит полмиллиона рублей. Грант. Да, грант. То есть он может или завершить свой фильм, или продолжить, или, как это, софинансирование. Будь здоров. Вот. И питчинг — это защита проектов. Такая практика есть. Такие питчинги проводят и Минкультуры, и Фонд кино у нас, да? И Союз Кинематографистов. Вот. За рубежом это очень развито, потому что там, чтобы заинтересовать инвесторов, ты должен защитить свой проект, рассказать его грамотно, красиво, доказать, что действительно этот проект достоин того, чтобы в него вкладывались люди. И о той новинке, которая в качестве десерта. Да, мы, получается, что в этом... Мы расширились за пределы Якутска. Получается, что при поддержке администрации города у нас будут показы в пригородах Якутска. И мы покажем. У нас в этом году будет совершенно уникальная программа. Мы назвали ее «Помним». Это фильмы, которые прошли реставрацию Мосфильмом. Это уникальные работы. «Летят журавли», «Иваново детство», «Обыкновенный фашизм». Ну, то есть наших вообще легендарных режиссеров, и они в потрясающем качестве, они эту программу показывают по всему миру. То есть даже сейчас в Латинской Америке она идет. И Мосфильм, Карен Георгиевич нам совершенно бесплатно предоставил эти фильмы. И мы эти фильмы покажем. Он будет в Саха-театре идти, и плюс будет в пригородах города Якутска. То есть в ДК. Пригороды. В Хатасах, в кинотеатрах. Если бы, скажем так, в тех Вилюйских, к примеру, а почему нельзя охватить всю республику? У нас же позволяет поединение. Позволяет, но, допустим, конкурсные фильмы мы не можем тоже все показывать. То есть там авторские права, разрешение должно быть. Плюс бывает так, что фильм, допустим, уже продан. Тот, который участвует в конкурсе. И нам приходится скрининг-фи платить. То есть это вот какую-то определенную сумму небольшую за то, что мы показываем это кино. И мы оплачиваем правообладателям. Бывает, что режиссер вообще где-нибудь там из Франции, а права купили там, права принадлежат там мировые, какому-нибудь там американцу. То есть мы должны оплатить вот это. То есть вот такие вот бывают. Это тоже чисто технические моменты, какие-то нюансы. Сложности с авторскими правами. Хорошо. И в третьей части мы поговорим о других аспектах проведения такого уникального явления, как шестой Якутский международный кинофестиваль. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем нести лучи добра в нашей, хотя и с темной студии, но нести лучи добра. Еще раз важнейшим из искусств для нас является безусловно кино. И о таком явлении, как Якутское кино, заговорили несколько лет назад. Мы поговорили о прошлом, о настоящем и говорим о том явлении, без которого развитие тоже невозможно. О Якутском международном кинофестивале. И все-таки вот я сказал в завершении второй части, что ладно, там пригороды, да, можно же было охватить всю республику. Но все-таки есть, оказывается, география расширена настолько, что можно говорить уже о нескольких широтах. Да, мы запускаем такой проект, я МКФ за полярным кругом, но пока у нас только один населенный пункт, это поселок Оленек. И там мы покажем с позволения режиссера, мы покажем конкурсную работу «Хозяин оленей». Он в конкурсе документального кино. И также мы там покажем один фильм из программы «Помним» к 75-летию Победы. Так что мы не совсем только Якутская пригорода. Ну, замечательно, но вообще не обвиняют ли вас в какой-то местечковости? Нет, не обвиняют. Никто? Не тот же Антон Долин? Я помню рекомендации Антона Долина, которые 10 правил, которые нужно соблюсти якутскими кинематографами, чтобы вырваться из местечковости. Было же такое? Нет, там не то, чтобы вырваться, там было... Почему возник вообще этот феномен или феномен якутского кино? Там вот эти вот 10 правил. И там перечисление, потому что там и география, и там непрофессионализм, и та же самая эта. Ну, это вот все в совокупности. Как бы очень интересно. И он, кстати, мне кажется, на сегодняшний день, это, наверное, может быть, единственный кинокритик, который так все это сформулировал, по полочкам разложил. И самый читаемый, наверное, кинокритик. Да, ну, на сегодняшний день это самый медийный вообще кинокритик, которого знают все, и нам все пишут, звонят именно вот по поводу лекции Антона Долина. Когда, где, что... То есть мастер-класс будет? Будет лекция «Как смотреть кино». В кинотеатре Лена 19-го числа в 3 часа дня. То есть это школа для зрителей, да? Да, это именно вот «Как смотреть кино». Но я думаю, что и для кинематографистов это будет очень интересно. То есть заранее настраиваться, как зритель, грамотный зритель воспринимает авторское кино? Да. Согласна? Ну вот в этом плане, да, на самом деле вообще у нас очень хороший зритель. Вообще, и в кино, и в театрах у нас очень хороший зритель. Но я думаю, что это благодаря тому, что вот какие-то такие сильные культурные корни, традиционные, вот это вот все, да, тяга ко всему, там, Олон Хо и так далее, да, наш эпос. И поэтому нам сильно не приходится, как говорится, воспитывать зрителя, да, чтобы он ходил. В кино уже привыкли зрители ходить. Поэтому вначале, конечно, у нас на кинофестивале не так много было зрителей. Но постепенно зритель как-то начинает привыкать. И в том числе и вот сахотеатр, это же не кинотеатр, да? Абсолютно не кинотеатр. Это вообще театр. Да. Но просто мы почему выбрали сахотеатр, он, в принципе, достаточно, он находится в центре, он небольшой по местам. И любой кинофестиваль всегда присутствует, как говорят, кинотеатральный дворец. То есть и это есть у берлинского кинофестиваля, у каннского, там, у московского. Всегда вот одно место, главное, где все происходит, вот все конкурсные. Ну, это ключевая точка якутского кинофестиваля получилась. Да, 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 да. И вот я хочу сказать, что у нас насчет зрителя, кстати, тоже вот кто приезжает, всегда критики, да, они вообще поражены. Они всегда говорят, у вас потрясающий зритель. А как же стереотип о том, что наш зритель заморожен? Зачастую спит на сеансах. Не знаю, не знаю. Редко делает так. Не знаю. Или это стереотип? Ну, сбор это показывает, что наш зритель-то совершенно удивительный. То есть он не овациями, скажем так, проявляет свои чувства, а вполне весомыми рублями или невесомыми. Конечно, он очень. И тот же самый кинобум, его бы не было, если бы зритель не пошел. Если бы кинотеатры не давали время для якутских картин, то же самое. Это все вообще, все повлияло на то, чтобы все это вот как бы одномоментно вот так сработало. И не могу не задать вопрос. Отдельный конкурс для якутских фильмов, который в рамках кинофестиваля проводится. О нем немножко. И вот сейчас голосование идет на интернет-ресурсах. Да. Этот конкурс мы проводим ежегодно, начиная с первого кинофестиваля. Это онлайн-голосование. Те фильмы, которые были в течение нескольких лет. Мы взяли период, так как фестиваль не проводился два года. Это январь 2018 года, марта 2020. И совместно с Союзом кинематографистов республики были отобраны номинанты в трех номинациях. Получается лучший фильм, лучшая женская роль, лучшая мужская роль. А всего сколько фильмов в данном конкурсе? Всего. В основном на лучший фильм представлен, если так считать, 8-6-6. Сколько вот вообще вышло, сколько? С 18 по 20 фильмов вышло за два с половиной, ну там, за два года, да? Из них отобрано порядка 8, но лучший фильм там одни фильмы. То есть в номинациях женская мужская роль может быть представлена только актерская работа. То есть этот фильм может не быть участником, как лучший фильм, но вот оценена вот именно работа актерская. И получается, что 20 числа закрывается это голосование, и после на церемонии закрытия мы объявляем победителя, и они получают тоже такие же снежные очки, как и наши конкурсанты. Вот. Главный приз, замечательный на самом деле, наверное, главный приз, это можно их ассоциировать с чем угодно, со стереочками, с каким-то суженным восприятием мира, чарпача вот это, да, снежные очки. Кто вообще придумал вот это? Ну, в свое время, получается, идея возникшая, в общем, когда, это было в 2011 году, когда появился фестиваль, был тогда, он единственный раз был, республиканский фестиваль кино Арктики, и эта идея возникла у меня, получается, и совместно дизайнером был тогда Николай Федоров, ювелир Аял Сафронов, и совместными, получается, усилиями, вот, был создан вот этот вот приз. И он, на самом деле, вот как ты правильно заметил, да, то есть 3D это и приоритет визуального искусства, потому что кино все-таки мы воспринимаем в первую очередь глазами, да, и в то же время это тот предмет быта, который объединяет все арктические народы, все северные народы. Северность, да, скорее всего, северность, потому что даже, если ты помнишь Аризона Дримку с Турицей, там главный герой, фильм начинается с того, что из этой иглу там или откуда-то вылазит этот эскимос вот в этих очках, то есть он присутствует у всех народов, там, он был изготовлен из разных материалов, у нас он из серебра, вот, и многие отмечают, кто получали, вот, Алексей Федорченко, российский режиссер, он даже сказал, что у вас вообще прекрасный приз, никогда не меняйте его. Ну, я тоже склонен, замечательная вообще идея твоя лично получается, и еще раз, она вообще уникальна, да, то есть отображается в нем все, и визуаль, и визуализация, и объем, и традиции, все на свете, и то, что фестиваль сам проводится в северных широтах, и это тоже. И еще раз, по какого наши зрители могут присоединиться к тем счастливчикам, которым удастся посмотреть конкурсные фильмы Якутского кинофестиваля с 18 по 22 марта? По 22 марта. Да, 19 начнется конкурсная программа, 19 марта, последний фильм конкурсный, который мы показываем, 22 марта, с утра, по-моему. Сегодня, я думаю, что программа уже выйдет во всех средствах массовой информации, полная программа. У нас еще есть деловая, образовательная, очень много мероприятий. Помимо мастер-классов Долина, какие еще мастер-классы? У нас будет воркшоп по продвижению, продюсированию фильмов и сериалов Бориса Хлебникова и Александра Плотникова, у нас будет мастер-класс по режиссуре Михаила Сигала, будет Долин, будет творческая встреча Сокурова, будет беседа с Симоной Бауман, и деловая программа, будут мастер-классы от экспертов питчинга, кинокритиков и продюсеров. Ну, в общем, очень много мероприятий. Твой личный прогноз на то, какой якутский фильм станет лучшим за два с половиной года? Просто так. А, вот в нашем онлайн-конкурсе? Да, да, да. Не знаю даже. Затрудняюсь. Там и «Царь-птица», и «Агент Мамба», и «Надо мной солнце не садится». Абсолютно разновесовые категории, они в одном коктейле. Мне кажется, насколько активны будут фанаты того или иного фильма, тот фильм и выиграет. Эдуард Новиков, кстати, он в жюри, да? Да, да. В этом году у нас получается основной конкурс председатель Борис Хлебников, Эдуард Новиков, член жюри, Мария Шалаева, Кармен Грей, новозеландский кинокритик. В документальном кино, получается, вот я упоминала, Ника Холтсворда, Максим Арбугаев и Виктория Толстоганова. Тоже достаточно известная российская актриса. Ну, якутяне представлены и там, в двух программах. Да, да. Мы всегда обязательное присутствие якутских кинематографистов. И что-то, наверное, ты еще упустила за эти 40 минут, которые вроде пролетели только очень незаметно, да? Что еще бы ты могла добавить, обращаясь в адрес... Зрителей. Не то чтобы зрителей, да? Наверное, соучастников всего вот этого процесса. Зрители же тоже соучастники. Да, но я всех приглашаю, во-первых, потому что кинофестиваль — это та площадка, да, то место, которое полезно там не только кинематографистам, да, это налаживание каких-то новых знакомств, общений и так далее. Но это очень хорошая площадка, когда зритель может задать вопрос автору. У нас приезжают, в некоторых картинах приезжают режиссеры этих фильмов. То есть ты можешь получить ответы, вот чем уникальны фестивали, то, что это всегда вот Q&A у нас будут, обсуждения, questions and answers, да, вопросы-ответы. И ты сможешь всегда задать и спросить какие-то вот вопросы, которые тебя интересуют. Что-то ты не понял, посмотрел фильм, что-то ты не понял. Ты можешь задать вопрос. Поэтому в этом плане, то есть там будут работать кинокритики, журналисты, которые будут рассказывать об этих фильмах, объяснять и так далее. Потому что бывают такие фильмы, когда нужно объяснять все равно. Какие-то бывают очень метафоричные, там очень много символов или еще чего-то. И поэтому я вообще всех приглашаю. Мы очень старались, мы сделали замечательную программу, пригласили замечательных людей. И я думаю, что всем будет очень интересно. И каждый найдет свой фильм, свою встречу, свое знакомство. Спасибо Ирине Ангелесу. Напомню, она является исполнительным директором 6-го Якутского международного кинофестиваля. И мы затронули и ретроспективу якутского кино, и будущее, и настоящее, в котором мы все находимся. И еще одно, которое мы забыли упомянуть, тот вклад наших коллег, которые работники НВК. Мы назвали только сеттекстер, но есть же еще Семен Ермолаев. Сценарист «Царь птицы». Семен Семенович Васильев, есть Руслан Васильев, вклад которых в развитие якутского кино в те годы, еще 80-е, 70-е. Он замечательный, очень большой. Так что всех любителей кино, не только якутского, с праздником, на нашей улице большой праздник. 6-й Якутский международный кинофестиваль 18-го уже числа начинает свою работу. И поздравляю. Спасибо. Субтитры подогнали Симон.